2 марта и в ночь на 3 марта подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскерианского, Мартокерского и Мартунинского района в Республике Арцах, нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие. Как сообщают прослужбы Минобороны Арцаха, с армянской стороны потерь нет, а нарушенные режимы прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил. Мы приветствовали взаимодействие между правительством Азербайджана и представителями населения Нагорного Карабаха. Об этом агентству Туран заявил представитель Госдепартамента. Обеспечение права безопасности населения Нагорного Карабаха имеет решающее значение для достижения прочного мира на Южном Кавказе, отметил источник. Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боне на следующей неделе отправится в регион в свою первую поездку в этой должности. Об этом заявил официальный представитель Госдепарт США Нед Прайс. Он посетит все три страны Южного Кавказа. Он поедет в Баку, Ереван и в Тбилиси в таком порядке, сказал Прайс. Президент Арцаха Райка Рутюнян приветствовал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем на основе равных принципов территориальной целостности и права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Урегулирование невозможно без полного учета наших основополагающих коллективных прав, написал Рутюнян в Твиттер. В соответствии с решением Совбеза Арцаха создана рабочая группа, целью которой является обсуждение с азербайджанской стороной неотложных гуманитарных вопросов. Об этом сообщает офис Совбеза Республики. Руководителем группы является секретарь Совбеза Арцаха Самвел Шахраманян. При посредничестве Красного Креста 9 больных перевезены в различные специализированные медицинские центры Армении. Всего до сегодняшнего дня при посредничестве Красного Креста из Арцаха в Армению перевезены 144 пациентов. На полях международной конференции «Диалог Райсина» встретились министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Сверены подходы к продвижению сотрудничества на международных площадках в рамках общих интеграционных объединений. Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Лавров и Мирзояна обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, создавшуюся вследствие бракирования Азербайджана Млачинского коридора и проблем с подачей электроэнергии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел рабочий завтрак с членами группы «Дружба Германия-Южный Кавказ» Бундестага. Пашинян отметил, что сотрудничество с Германией в различных направлениях, включая политическое и экономическое, имеет ключевое значение для правительства республики. Глава группы Йохам Вадефуль сообщил, что в ближайшее время планируется визит в регион. Он подчеркнул важность укрепления межпарламентских связей с Арменией. Также Пашинян посетил офис немецкого фонда Конрада Анденауэра, где его встретил председатель фонда Норберт Ламмерт. Премьер коснулся происходящих на Южном Кавказе развитий, проводимых в Армении демократических реформ, а также реализуемых в рамках борьбы с коррупцией, шагов и других тем. В Берлине премьер-министр Армении возложил цветы к Хачкару в память о жертвах геноцида армян. В Нью-Дели составилась встреча главы МИД Армении Арарата Мирзаяна с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Собеседники обменялись мнениями по вопросам повестки партнерства Армения-ЕС. Отмечена важность размещения миссии гражданского мониторинга ЕС в Армении. Затронуты вопросы региональной и международной безопасности. Мирзаян представил собеседнику последние развития в процессе урегулирования отношений Армении-Азербайджан. Делегация во главе с секретарем совбеза Армении Армением Григоряном 9 марта отправится с рабочим визитом в Грецию. В ходе визита составятся рабочие встречи. В Украине в пятницу 3 марта объявлена масштабная воздушная тревога, которая затронула все регионы. Как пишет корреспондент, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Хэт-42М2 «Кинжал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова